Мы продолжаем следить за развитием ситуации, касающейся завершения строительства жилых комплексов «Отдельский» и «Элитный». Благодаря усилиям районных и краевых властей, проблемный вопрос удалось сдвинуть с мёртвой точки. На этой неделе в администрации района прошло общее собрание участников долевого строительства, на котором было подписано инвестиционное соглашение между дольщиками и инвестором, строительной компанией «Гарантия». Её руководитель Лев Федоренко заверил собравшихся в серьёзности своих намерений завершить строительство проблемных многоэтажек. Мы обязуемся закончить дом и способствовать введению в эксплуатацию. Если у кого-то будут чёткие конкретные вопросы, вы их задавайте, чтобы мы сейчас обсудили, чтобы все максимально понимали, что происходит на объекте и какая юридическая финансовая модель для строя вашего объекта. Как отметил глава Славянского района Роман Синеговский, подписание инвестиционного соглашения – это очень важное событие в совместной работе краевой районной власти, дольщиков, прокуратуры по завершению строительства проблемных многоквартирных домов. Следующий шаг – ходатайство в суд о снятии ареста с имущества. После снятия ареста инвестор готов приступить к первому этапу работы – достроить жилой комплекс «Адельский». Планируемый срок строительства – примерно 12 месяцев. Когда это будет сделано, строительная компания приступит ко второму этапу – решению всех вопросов по объекту жилого комплекса «Элитный». В работе общего собрания дольщиков также приняли участие заместитель руководителя краевого департамента по надзору в сфере строительства Василий Яковенко и исполняющий обязанности славянского межрайонного прокурора Дмитрий Петрушенко. Представитель краевой администрации подчеркнул, что работа по завершению строительства обоих жилых комплексов находится под постоянным контролем департамента по надзору в сфере строительства. Со стороны краевой и районной власти будет сделано все возможное, чтобы права участников долевого строительства были полностью восстановлены. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».